всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать для вас расклад который я назвала что я больше всего не люблю своей жизни и хочу сделать его на такой уникальной колоде таро сумасшедшего дома это реплика к сожалению для меня почему потому что ну оригинал для меня слишком большая роскошь вот поэтому я приобрела вот в такой вот коробочке реплику и сегодня впервые хочу сделать это так на краешка поставлю расклад именно на этой колоде очень глубокая колода авторы эльза я не помню как правильно произносить фамилию или за хапаниковская как-то так и и евгений виницкий автор прекраснейшая колода очень очень глубокая я на этой колоде если честно очень долго и и изучала почему потому что перемешала здесь таро сумасшедшего дома она очень по-особенному здесь изображены фигурные органы это очень из фигурных арканах изображены известные люди и их подбирали по как раз ки характеристикам фигурных арканов и есть люди которые для меня были неизвестны и мне пришлось почитать их биографию еще изучить для того чтобы правильно трактовать эти карты поэтому очень глубокая такая колода что на ней я буду рассматривать да вот все что связано именно с психологическим состоянием хотя в принципе к этой колоде прилагается и книжка с пояснениями на что здесь изображено очень такая насыщенная колода и можно как оракульную колоду ее использовать но и можно по традиции у это но в принципе у нее есть и свои трактовки я сейчас не буду рассказывать эту колоду да кому интересно в интернете принципе есть информация но она очень очень глубокая вот прям для меня она очень интересная поэтому давайте мы сегодня на этой колоде с вами посмотрим что я больше всего не люблю своей жизни мы посмотрим что нам покажут карты что вы не любите в себе какие черты может быть так позиции видите отодвигаем эти две приступаем позиция номер один голубенький капюшек и что вы не любите в себе больше ничего не будем рассматривать никаких вопросов только вот один вопрос что вы в себе не любите единички десятка кубков не знаю вам видно будет или нет удивительная карта что вы не любите в себе здесь изображен человек лежащий в кровати и он как будто бы держит даже не держит а указывает да на некое такое приведение между ними сердечко так вот карту покажу надеюсь вам видно будет что вы не любите в себе здесь ощущение того что вы себя как будто бы не любите себя не любите почему потому что знаете вот как будто бы себя не знаете хочется сказать в принципе десятка кубков это позитивная карта но здесь как само изображение и смысл говорит о том что есть некий такой идеал вот этой вот парящей души до девушки который мы стремимся и мы стремимся к чему-то такому знаете вот теплому доброму может быть здесь иногда вы даже сами себя не любите как раз вот за свою вот эту доброту за свою сердечность потому что здесь между девушкой и лежащим человеком да есть сердце вот это вот свое узнаете вот какую-то сердечность свою чувствительность свою ранимость свою вот это вот некую такой сентиментальность да вы не любите вы не любите ваш от себя за ваше отношение к людям знаете бывают такие моменты когда мы относимся к людям достаточно позитивно и видим ним в них знаете вот что-то хорошее и вот вы вот это вот в себе не любите когда вы замечаете в людях больше хороших качеств нежели каких-то негативных почему потому что это потом вам приносит боль то есть люди вам показывают свое настоящее лицо а вы их как будто бы то ли идеализировали то ли хотели верить во что-то хорошее к этим людям и но этого не происходит и вот вы разочаровываетесь то есть вам это приносит очень много боли здесь ощущение того что вы хотели бы быть более свободным человеком да вы хотели бы как там здесь из окна идет очень много света солнечного да очень много солнца и вот вам не хватает как будто бы вот этой вот теплоты но вы эту теплоту даете и дарите другим людям и вот это вот вы в себе не как-то не любите вот вашу душевность какую-то вашу ранимость чувствительность но это теплые какие-то такие моменты хорошие вы себе это не любите что еще вы в себе не любите пятерка монет здесь изображены два сумасшедших когда один другому указывает посмотри твоя тарелка пустая да но при этом он вот не смотрит на то что и его тарелка тоже пустая да то есть вы как будто бы не любите в себе знаете когда вам указывают и показывают на какое-то вот ваше несовершенство здесь ощущение того что самому знаете не хватает как будто бы вот в себе вы это не замечаете но в других вы видите какие-то качества которые у вас есть негативные да неприятные вот эти вот качества и когда вам указывают на это вам это не нравится вы прекрасно знаете себя вы знаете насколько вы духовный что ли хочется сказать насколько вы богаты изобильны внутри себя но вот когда вам кто-то пальцем тыкает в это вот и вы и и вы признаете то знаете вот вы знаете как будто бы свои какие-то негативные моменты да но всегда есть доброжелатели которые вам на это укажут и вы то есть вы и так знаете свой недостаток вам еще кто-то на него показывает и вы это в себе ненавидите вам это не нравится вы начинаете злиться то есть но неужели это нельзя было как-то скрыть то есть вот ваше желание до стремление какому-то идеалу быть вот идеальным так таким человеком каким вы себя считаете идеальным ваш это ваш собственный субъективный идеал но вам не нравится когда вам вот кто-то показывает на то что ну вот например вам не хватает денег до финансово вы это прекрасно знаете что вы допустим не совсем состоятельные финансово да что хотелось бы это улучшить вот вам кто-то в это тыкает а и вам и так больно потому что ну вы понимаете что блин я знаю что мне денег не хватает еще кто-то вам указывает а ты какой-то там нищеброд и еще что-то и вот вы злитесь да ну почему почему вот хотелось бы в этот момент взять и показать поставить того человека на место я не могу почему потому что у меня есть вот какая-то вот вашего первых финансовая несостоятельность вы ее не любите да вот это вот ваша нищета какая-то вот пустота внутри вас вы ее тоже не не очень любите вы ненавидите чувствовать себя нуждающимся вы ненавидите чувствовать себе знаете вот как-то беспомощным каким-то человеком быть в себе это не любить что еще вы в себе не любите восьмерка монет знаете здесь такое ощущение что вот вы долгое время что-то строите строите да а потом это в какой-то момент разрушается и вы понимаете что все это было зря да вот усилия которые вы прикладывали это все зря вот в эти моменты вы себя не любите вы знаете здесь что какой момент сейчас я его попробую объяснить вот то во что вы верили до через какой-то период вы начинаете замечать что ну как будто вот ваше убеждение да но уже изменилось и вы перестаете верить в то что когда-то было для вас очень важным значимым и вот вы знаете не любите в себе вот этот момент когда вы встречаете опять-таки это это все происходит глубоко внутри вас вы это никогда не показываете никому и вы можете говорить о том что ну вот я вкладывался например в отношения в какой-то момент я ну как то вот вы выросли что ли изменились поняли может быть человека увидели по-другому и вы вам больно признавать в себе что ну какой же дурак был да здесь почему-то такое выражение идет какой дурак я был что вот ну не видела это неужели но это же видно было а я вот столько лет вот потратил на этого человека оказывается я ошибся и вот это вот ощущение того что вы ошиблись вы это в себе не видите либо это может быть работа да работаю работаю а потом знаете вот это вот ощущение все зря зачем зачем я это сделал и вот вы в этот момент себя как будто бы знаете ненавидите здесь боль боль ваша какая-то вот показано что все зря здесь вы очень мало верите в себя как в профессионала какого-то да здесь мощение у меня такое что вот вы что-то делаете делаете да вы это верите вот в эту идею в свое какое-то дело а потом в какой-то момент просыпаетесь и вам кажется что это все тщетно то что я занимался что это какой-то бред что это вообще но это это бессмыслица какая-то почему я в это верил и вы начинаете сами себя разрушать вот вы вы себя разрушаете своим каким-то неверием что еще вы не любите в себе восьмерка жезлов знаете вы как будто бы бесконечный бег вы не видите смысла смысла вообще вот как будто бы своей жизни что более вы не любите в себе те моменты когда вы создаете вот какую-то бурную деятельность да и бесконечно ходите по кругу даже не вне по кругу восьмерки вот в этой бесконечности до совершаете одни и те же действия и ну все как будто бы как по накатанной а как когда наступает рутина все одно и то же одно и то же одно и то же и смысла никакого нет вот здесь вообще у меня такое ощущение что вы не любите в себе такие моменты когда вы теряете какие-то смыслы которые для вас и были важными которые вас вас в этой жизни держит ваши смыслы только вы когда вы понимаете что что-то вот бессмысленно ради чего я это делаю когда вы теряете вот эти вот смыслы у вас как будто вы знаете земля из-под ног уходит почву вы чувствуете себя нестабильным человеком вы чувствуете себя ненужным это это очень сильно это очень страшное ощущение какая-то вы знаете вот пустота что теперь а ради чего то есть пока есть смысл да вообще вот все эти карты они меня показывают к чему-то стремиться что-то делать это вам придает какую-то жизнь а потом наступает такой момент что и я не понимаю я не понимаю куда я иду да зачем я иду вот я делаю вроде бы одно и то же зачем мне это нужно вот вот ваша мотивирующая сила это смысл пока он у вас есть вы это делаете не важно что это в какой сфере но как только вы теряете смысл это вот прям знаете как конец жизни для вас вы не любите в себе и вот когда я говорила да про фигурные арканы вот здесь вот король мечей это изображен алистер кроули да фигурный аркан алистер кроули король мечей вы не любите в себе даже знаете что иногда то что вы не доводите какие-то ваши идеи до до проявления то есть у вас очень много бурных каких-то идей мыслей замыслов и вот очень много активности вашей голове да но вот вы как будто бы прыгаете с одного момента на другой то есть голове у вас очень все активно до виртуальный мир он очень яркий такой но не всегда все мысли либо все свои какие-то задумки вы воспроизводите да вы можете их реализовать ну то есть голове допустим вы представляете себя очень богатым человеком я мог бы на этом заработать вот это могу сделать да там пятое сделать мне это интересно это иногда вы не принимаете в себе вот это вот бесконечное источник порождение каких-то новых идей вы не любите это в своей жизни потому что вы не знаете как реализовывать здесь проблема именно заземлением вы не знаете как матери за ввать как монетизировать какие-то свои идеи то есть голове как-то вот вы в теории все это знаете а на практике вам это сложно сделать не понимаете не знаете как это очень много думаете очень много анализируете каких-то вещей вы не любите в себе вот это вот то что происходит у вас голове иногда вас это очень сильно грузит когда очень много знаний у вас в голове в это тоже в себе не любите ну потому что становитесь тяжелыми что еще вы в себе не любите королева жезлов фрида калоу здесь вышла вы в себе не любите знаете так знаете папка палка двух концах хочется сказать с одной стороны почему палка двух концах потому что фрида калоу это архетип королевы жезлов огненный страстный любящую жизнь независимо если вы читали биографию человек с физическими телесными повреждениями недостатками эта женщина вела очень бурную активную жизнь да она была очень сексуальными очень привлекательной прекрасным художником человеком который обожал своего мужа невзирая на его измены хотя и сама не была верна ему вот здесь вы в себе знаете не любите желание жить иногда вы не любите не принимаете в себе вот эту вот бурную свою даже сексуальность вот это вот то что вас замечают люди активность свою иногда бывают такие моменты когда вам хочется чтобы вы были наоборот незаметным каким-то человеком таким серым каким-то может быть невзрачным потому что у вас очень много амбиции у вас очень много желаний здесь проблема проблема во всем этом скрывается с тем что вот ваш внутренний мир вы не знаете как его проявить вы не знаете как показать то чем вы наполнены людям потому что то что вы показываете это малая часть вот ваше желание жить до любовь жажда жизни жажда вот это вот проявление себя до позволит себе быть активным вот вы не любите в себе вот эти вот рамки где вы иногда знаете у фриды коло было такое что она могла позволить свое время да там курить пить наравне общаться с мужчинами ею восхищались то есть она могла быть собой она могла быть такой какая она была какая какая она хотела то есть если ей было привлекательно какая-то женщина она была бисексуальна да то есть она занималась сексом и с мужчинами и женщинами да то есть здесь вот разрешить себе вы себе не любите именно вот этого часть что вы в себе не разрешаете того чего вы хотите вот этого знаете правильность у нее не было этой правильности у нее были свои принципы по жизни она могла делать то что она хотела как она хотела здесь прекрасная художница да плюс ко всему она разрешала то есть она видела знаете вот переполняет этого человека отсутствие страхов какая-то вот целеустремленность да когда врачи ей сказали что она никогда не сможет ходить одна силой воли встала на ноги после очень сложных операций и и будучи хромой и вообще под конец ее жизни когда она наконец-таки пришла к тому моменту когда должна была быть в ее любимой стране ее личная выставка а врачи ей запретили наотрез вставать из кровати она приехала на свою личную выставку в кровать она нашла людей и заказала машину и будучи одеты в своей кровати потому что врачей не разрешил встать с кровати она на кровати поехала на свою собственную выставку то есть человек который вообще неординарный человек очень патажный яркий броски вот здесь вот вы не любите в себе вот эту вот часть вас очень яркую здесь люди могут даже избегать этой части себя не принимать вот этой вот сексуальности каких-то своих амбиций желаний и стремлений до в купе с королем мечей человек который с особым каким-то видением вам не хватает здесь знаете ощущение того что какого-то человека который помог бы вам реализовывать вот эту вот всю бурю гамму эмоций того что вы идей то что вы порождаете вот здесь вы иногда можете быть понимаете ваша природа она огненная вы сами для себя никак не можете быть скучными но вы все время подавляете себя вы все время разрушаете себя чужим мнением вы как-то не любите в себе то как вы реагируете на мнение других людей насколько вы становитесь зависимыми от того что скажут другие люди но это бывает временами бывает времена когда ну вообще на вас ничего не трогать то есть здесь как-то по обстоятельствам иногда вы такой человек когда вы можете плюнуть на мнение как-то вот большинства и показать проявить свою природу и шокировать окружение своими поступками а иногда бывает там где действительно нужно проявить себя да вы как-то как серая мышка молчите и позволяете людям с вами как-то вот не очень хорошо обращаться но здесь очень сложно как-то вот конкретно описать вас потому что вы непредсказуемый человек своих каких-то поступках здесь вот как будто бы ощущение того с какой ноги я проснусь и каким человеком я ну вот встану в этот момент здесь вы непредсказуемой в своих поступках но вы не любите в свою чувствительность если вы женщина вы не любите свою женскую природу вы не любите когда на вас обращает внимание удивительно ну давайте последнюю карту вытащу что вы не любите в себе фигурная карта вышли до король монет вы не любите в себе знаете желание стремление получить вот какой-то вот комфорт что ли удобство вообще все что связано с материальным миром да вы в себе это как будто бы не принимаете здесь такое ощущение что вы говорите а мне не нужны деньги на то есть я и малым довольствуюсь мне не нужны вот какие-то блага удобства там я не знаю какая-то если вы женщина да например красивая какая-то одежда украшения да мне вот здесь как будто бы какой-то вот такой революции не революционные дух у вас присутствует отрицание материи вот вы как будто бы материю адрес отрицаете отрицаете свое какое-то тело может даже детстве где-то как-то занимались членовредительством на сами себя как-то вот может быть уродовали что ли могли себя как-то вот порезать но не обращали внимание там на то как вот вы выглядите здесь отсутствие принятия материального плана то есть не в деньгах например счастье вот может быть такие убеждения да в чем-то другом либо там я не знаю можете спать к примеру на полу бросили матрас там еще что-то и спали зачем мягкая кровать здесь какие-то вот такие моменты по отношению к материи по отношению к плоти к стабильности какой-то ну вот здесь почему я вам это говорю потому что у вас большой потенциал вы многое можете в своей жизни в том числе и финансово у вас у вас как потенциал вы можете зарабатывать большую большие суммы денег но из того что вы не знаете как монетизировать свои способности превращать их вот именно ментальные моменты какие-то до материю заземлять и превращать именно в деньги вы от этого отказываетесь а то есть не мне деньги не нужны просто потому что вы не умеете вы не знаете как это сделать но у вас очень большой потенциал то есть если нашелся бы человек рядом с вами который бы помог вам монетизировать вам вашу вот эту вот энергию до вашу силы вы бы были миллионером это и и а поскольку вы понимаете что вы этого не можете нету такого человека рядом с вами и вы по своей природе не можете стать таким человеком вы отрицаете материю очень часто отрицаете свои желания почему потому что у вас очень такой изысканный тонкий вкус если вы заходите в магазин вы всегда выбираете самые дорогие вещи не по ценнику а интуитивно по ощущениям и поэтому здесь может быть отрицание своих каких-то собственных желаний потому что у меня нету денег на это поэтому я отказываюсь от этих желаний то есть вам проще отказаться от чего-то чем подумать как это можно реализовать и получить да вот здесь и это вы себе не принимаете хорошо это у нас была первая такая позиция позиция номер два красненький камешек что больше всего вы не любите в своей жизни рыцарь кубков что вы не любите в своей жизни на какой-то вот возможно свою чувствительность и ранимость и шутка шута выпал а здесь вы отрицаете знаете как будто бы свою интуицию потому что очень часто она вам предсказывает какие-то моменты которые случаются и здесь как люди очень эмпатичные эмпатичные бывают такие моменты что вы можете предсказывать очень неприятные страшные вещи они вас пугают вы от этого отказываете вы не любите в себе какие-то рамки которые либо вам ставят либо вы вы знаете вот вы человек свободолюбивый да здесь ощущение того что вы вы не любите даже не то что в себе вы не любите дураков вот так хочется сказать глупых людей людей которые считают что ими невозможно ну что ими никто не манипулирует а что ими никто не управляет и вот здесь вот знаете вот какую-то вот глупость да вы тоже не любите это в людях но вопрос у нас был что вы не любите в себе вот вы в себе не любите то как раз таки когда вы чувствуете себя дураком когда вы чувствуете себя что вами кто-то попользовался да вот бывает такое ощущение что в принципе меня обманули да вот быть обманутым вы это в себе не любите не любите в себе какие-то когда вас кто-то ограничивает либо вы сами себя ограничиваете в чем-то что еще вы в себе не любите вы не любите в себе знаете какое-то вот ощущение разрушения да когда нету гармонии когда нету баланса но вот здесь вот очень-очень такое знаете чувство свободолюбия вы не любите когда вот какой-то знаете вот отсадок бывает после какой-то ситуации когда вы чем-то пожертвовали ради кого-то а другой человек это не оценил не понял и вот вы не любите в себе вот эту знаете некое какое-то вот парение когда вы летаете в облаках вы это тоже в себе не любите когда вы кажетесь вот как не от мира сего что ли вы вы в это тоже себе не любите почему аркан мира почему вы не любите в себе свободолюбие что вы парите в облаках здесь понимаете ощущение того что вас как будто бы ограничивает ваше тело здесь у меня ощущение что если бы была такая форма жизни где есть присутствует просто душа без без каких-либо форм без каких-либо рамок вот вам было бы площадь здесь вы вы не любите когда что-то вот заканчивается когда что-то завершается здесь вам сложно жить вот вы как как знаете как так сказать как снится здесь птицы здесь очень много птиц изображено как свобода как свобода полета как ощущение какой-то вы знаете независимости до непривязанности ни к чему а вы понимаете потом знаете как будто вот вас резко опускает потом на землю и говорят о том что блин вот то что ты думаешь что что ты чувствуешь мечтаешь это вообще чушь собачий это не так на приземлись посмотри мир другой жизнь другая и вас вот это вот приземление заземление она вас сильно очень ранит вы злитесь на себя почему потому что вот ваши какие-то ценности ваши стандарты убеждения они не имеют в реальности вот какую-то почву под собой да но вы понимаете что ну так не может быть это не так на самом деле вы правы но вы не можете это никак доказать людям жизнь вообще и ну там того что вас окружают и вам становится больно и ну и поэтому вы считаете что лучше не надо летать в облаках потому что меня это ранит да то есть то вот во что я верю это никому не нужно и мне от этого больно и вот знаете вот допустим вот вы верите в доброту в человечность да и вы понимаете что люди пользуются вот этими вашими убеждениями да и либо вот этой вашей верой то во что вы верите и вы всегда попадаете в какой-то просак и чувствуете себя дураком и вот это вот очень больно всегда вас ранит вы не любите в себе какую-то двойственность а вот когда вы не можете определиться ни рыба ни мясо не то ни другое и вас это бесит да почему почему я не могу быть вот какой-то знаете более уверенным человеком здесь ощущение того что вот вы как флюгер понимаете то есть вы настолько в своих сознания в своем сознании в своих мыслях взглядах настолько вы широки что вы понимаете что нету только одного мнения что есть его такое мнение есть и другое мнение только в жизни это воспринимается как ваша как будто бы неуверенность а на самом деле как вы можете быть уверены когда у любой медали есть две стороны и такая и такая как вы можете определить что вот только свет а тьмы нету да либо как можно выбрать только тьму а они в нем и не выбрать свет то есть здесь вопрос не или то или другое а соединительный союз и то есть понимаете вашем мировосприятие все имеет место быть и вот вам это сложно донести людям люди думают что вы как флюгер да вот вы просто вам удобно в одном обществе вы себя ведете так а в другом обществе вы себя ведете по-другому просто вы подделываетесь как будто бы по других людей а на самом деле вы не то что вы поделываете вы просто понимаете что и это имеет место быть и этом место и это И зачем выбирать что-то, когда все уместно, то есть ваше просто восприятие жизни и мира, оно немножко и другое, и вы вот это вот не любите в себе. Что еще выпадает аркан дьявола? Посмотрите, какой здесь дьявол такой очень яркий, активный. Вы не любите в себе как раз-таки, знаете, когда в вашей жизни начинается какая-то ломка, когда вас начинает колбасить, вас начинает колбасить тогда, когда надо определиться с выбором, что вам выбрать, куда вам, как вам быть. Вы не ощущаете, знаете, вот эту вот свободу, вы не понимаете, зачем вам надо все время что-то выбирать, почему нельзя жить просто без какого-либо выбора, что делать, куда пойти. Почему я должен всегда, вот здесь прям, знаете, кроет очень сильно вот этими эмоциями, вы не любите в себе вот эту вот агрессию, злость, когда она у вас пробуждается. Потому что, знаете, вот как-то ваша самостоятельность, да, она связывает вас по рукам, по ногам. Вы с одной стороны хотите, вот опять-таки, да, с одной стороны хотите быть свободным, делать все, что вы хотите, смотреть на жизнь так, как вы хотите, а с другой стороны есть вот эти вот рамки, которые нормы обычного в жизни, которые нужны. И нужно придерживаться этим рамкам нормы, и это вас бесит, раздражает, а с другой стороны вы как будто бы и понимаете, что и нормы-то нужны, чтобы не было хаоса, чтобы была какая-то структура определенная, да, чтобы все было правильно. И вы понимаете, что и это мнение правильно, и вот это мнение правильно, да. И свобода хорошо, и ограничения, это тоже хорошо. И вы не можете для себя четко понять, что мне делать, как мне быть. То есть и свободным хочу быть независимым, и с другой стороны, а что делать потом с этой свободой, я тоже не знаю. И вот это вот вас мучает, и тогда просыпается в вас внутри этот дьявол, и вас начинает ломать, и вы не знаете, как мне быть, вы начинаете злиться, злиться на себя, начинаете вот мучиться. Хорошо, если еще что-то, что вы в себе не любите в своей жизни, аркан звезды, почему улыбаясь, потому что в любой колоде выпадает для вас двоечки аркан звезды. И здесь девушка сидит в ванной комнате, да, и открытый, значит, душ, вода, вода льется, и звезда. И смысл здесь этого аркана говорит о том, что у каждого человека есть своя мечта, своя надежда. И для того, чтобы, ну вот как-то приблизиться, да, к этой мечте, очень хочется уединиться. И вот эти вот струи воды, вот эта вот музыка, мелодия, мелодия души, которая успокаивает, она помогает в эти моменты успокоения как-то приблизиться к своим мечтам, к своим каким-то надеждам, да, то, что нас ведет. И вот здесь вот эту вот вашу мечтательность, возможно, да, вы никак, ну, не принимаете в себе. Точно так же, как вы не принимаете то, что у вас нету возможности иногда уединиться, побыть собой, услышать свою душу. Вот здесь вот эта вот ваша душевность, чувствительность, ранимость, она прям, иногда вы ее в себе не принимаете. Почему? Аркан суда. Потому что у каждого свое видение мира, да, у каждого своя история, у каждого свое какое-то прошлое. Вот, знаете, здесь вот вы как будто бы не можете принять в себе свою особенность. Особенность строения вашей души, особенности вашего мировосприятия. Вам кажется, что вы где-то занимаетесь каким-то самообманом. Здесь дело в том, что вот ваш характер, ваша тонкая структура души, она не совсем понятна простым людям, потому что она не вписывается в нормы. И у вас все время хочется вот вам себя как-то изменить, сделать себя другим человеком, потому что из-за того, что вот вы не похожи на других людей, вы все время попадаете в просаг. Вы все время как-то чувствуете себя не в своей тарелке. Вам от этого, вот вы чувствуете себя дураком по жизни. Хотя вы таким человеком не являетесь. Но ситуация, вы знаете, бывает, как в фильмах показывают, когда, например, девушка бежит там на собеседование, да, всегда попадет каблук в какую-то щель, сломается, лужа будет, она в эту лужу попадет, либо машина ее обольет. То есть вот такие всякие казусы, они как будто бы с вами случаются. И вот вы все время не можете понять, почему, и принять себе, вот почему это со мной все время происходит, почему такие ситуации происходят со мной, а не происходят с вами просто потому, что вы себя-то не принимаете. Вы не принимаете себе вот эту вот свою какую-то особенность. Вы стараетесь быть похожим на других людей, но у вас это не получится так или иначе. А вы еще больше прикладываете к этому усилию. Чем больше вы себя меняете, тем больше вы себя ломаете, не принимаете, тем больше и сложнее становится ваша жизнь. А с другой стороны, когда вы полностью себя принимаете, вы понимаете, что вы вообще не вписываетесь. И вот здесь вот, ну, в общую какую-то обстановку, да, и вам тоже некомфортно. И вот вы не можете найти свое какое-то место, как вам быть, какой вам быть, каким вам быть. И вот это вот все в себе, вот эту вот многогранность, да, вы ее не принимаете. Вам хочется быть свободной, без каких-либо ограничений, рамок. Ваша душа хочет полета, ваша душа хочет... Знаете, в этой колоде аркан башни, он очень глубокий, и он показывает то, что человек здесь отказывается от жизни. Если вы посмотрите, здесь две пары тапочек взрослого человека и более юного. И эти люди, они выбирают, вот как две птицы, вот здесь вот, да, где-то там две птицы летают, они выбирают смерть, как способ свободы высвободиться из этих рамок. И вот здесь вот эта решетка, да, которая была на окне, она снята, но птицы обрели некую такую свободу. То есть свободу от каких-то рамок, свободу от каких-то ограничений. Вот это вот ваше желание, да. То есть я выбираю смерть как формат некой такой свободы. Либо у вас есть такое понимание, что только после жизни, да, тогда, когда наступает смерть, тогда наступает настоящая жизнь. Только тогда в той форме без тела я смогу быть свободным. И вот здесь вот где-то у вас даже и проскальзывают какие-то вот моменты суицидальные, потому что вы не можете принять эту жизнь такой, какая она есть. То есть и себя именно в этой жизни. Здесь вопрос взглядов, то, как вы видите эту жизнь. Так, ладно, переходим к позиции номер три. Зеленому камешку, что вы больше всего не принимаете в своей жизни. Пажа мечей, пажа мечей тройки. Здесь изображен на паже мечей Казанова. Вы не принимаете в себе как раз-таки вот этот вот ваш пытливый ум, бесконечные вопросы, которые вы задаете сами себе. Вы не принимаете, знаете, какой-то вот авантюризм, шурлерство, некий такой обман. Вот свой какой-то дух такой, знаете, авантюриста, человека, который ищет ответы на вопросы. Человек, который постоянно о чем-то задумывается. Человек, который постоянно задает себе очень сложные вопросы смыслов. Вы также не можете принять в себе, вот, знаете, хочется, хочется выпустить, как говорится, выкулить всех своих демонов в один день, да, где нету вот этих вот правил, норм, да, что там, ну, нельзя. Ну, вот здесь вот карты просто изображены, да, там, я не знаю, пойти хочется в казино, там, поиграть, да, в казино. Какой-то вот блеф, вот, я говорю, какой-то вот авантюризм. Вам этого не хватает в жизни, потому что это ваша природа, а вы это в себе не принимаете. Что нельзя людей там обманывать, нельзя там манипулировать, а вот вам очень хочется, да, там, ну, вот, что-то такое, хочется сказать, демоническое темное в себе не принимаете. Да, потому что выпал здесь аркан отшельника. Потому что периодически погружаетесь глубоко внутрь себя, чтобы определиться с путем. Здесь, знаете, ощущение того, что на пути познания себя вы не принимаете свои темные какие-то аспекты. Вот, а чтобы их принять, вам периодически их нужно выгуливать, выпускать из себя, и не бояться о том, что, ну, вот, какие-то нормы поведения, я не говорю о том, что там кого-то там убить, да, либо воровство, но по каким-то мелочам можно себе разрешать. Здесь ощущение того, что вот вы, например, не разрешаете себе без билета там войти в транспорт. Вот, надо вот правильно, надо купить билеты там, прокомпассировать, не знаю, как сейчас там в России работает транспорт. Вот, то есть какие-то вот такие незаконные мелкие вещи вы себе не позволяете, но у вас внутри вот это вот и есть, да, вот этот вот какой-то авантюризм, как-то сманипулировать с пространства так, чтобы притянуть там, например, какую-то ситуацию. Нет, так нельзя, вот у вас все должно быть по справедливости, все должно быть правильно, верно. И вот вы вот эту вот правильность, да, в себе верность где-то не принимаете. Хорошо, давайте еще посмотрим, что вы в себе не принимаете. Рыцарь мечей. Знаете, где-то вот вы человек не, как это, бескомпромиссный, да, где-то вы не принимаете в себе то, что вы бываете достаточно агрессивны, что вы можете ранить словом, да, что вы можете не то, чтобы не принимаете, а что вы в себе это не любите. Ну, в принципе, да, и не принимаете, может быть, что вы можете быть достаточно такими колкими, что иногда вы бываете, знаете, одержимы какими-то вещами. И вот вам хочется это все-таки отпустить, но что-то вот внутри какая-то вот ваша идея, да, одержимость какой-то идеи, либо каким-то, я не знаю, желанием, да, вы это не можете отпустить в себе. Вам это не нравится. Вы можете ранить словом. Можете причинить боль. Верховная жрица. Знаете, здесь вы иногда можете очень резко сказать что-то, да, там, например, человеку, что ты смотришь на меня, да, либо что там, я не знаю, уставился. Но из-за того, что вот есть какие-то правила, да, вы себе этого не позволяете. Здесь, знаете, вот от общего расклада ощущение того, что есть вот какая-то сила внутри вас, да, которую вы хотите, вот очень есть, какое-то потаенное желание использовать вот эту вот вашу внутреннюю тайную силу. А вы себе как будто бы этого не позволяете, потому что так неправильно, ну, так нельзя, это несправедливо, возможно, вам там бумеранг прилетит из-за этого. Вот, но иногда у вас есть такое вот желание, да, вот хочется показать как будто бы другим людям, да, на что вы способны, что вы можете, что вы умеете показать свою мощь, показать свою какую-то силу. Здесь вот прям очень сильное такое желание на манипуре, на третьей чакре, власть, быть, ну, властным человеком, вот прям. Вы это можете, и вам иногда такое-то вот очень прям хочется. Особенно, знаете, если вас кто-то обижает, вот как-то вот использовать свои силы, наказать обидчика, да, есть такое, что вы еще не, и вы это не очень-то любите в себе, что еще вы не любите в себе, пятерка кубков, вы не любите свою обидчивость, я бы так сказала, иногда вы бываете таким, иногда, вот, знаете, как-то в чем-то разочаровываетесь, что как-то вот поступили, может быть, неверно, да, и вы сами себя вот наказываете, вот этим вот самообичеванием, здесь человек пятерки кубков, посмотрите, сам себя наказал, встал в угол, да, а на столе разбитое сердце, встал в угол, сам себя наказал за то, что где-то, может быть, поверили, да, человеку, либо какой-то ситуации, где-то, может быть, открылись, доверились, что вы не любите, цикличность, какую-то повторность в себе вы не любите, почему, вот здесь у меня, знаете, такое ощущение, что есть какие-то моменты в вашей жизни, которые повторяются, вы это знаете, но, то ли вы никак повлиять на себя не можете, да, вот вы как-то вот, почему вот эта вот цикличность, повторность в себе вы не имеете, ну, потому что очень ранимы, очень ранимы, очень чувствительны, эмпатичны, ну, здесь ощущение того, что вот вы просто понимаете, как правильно процессы в жизни происходят, да, и вам иногда хочется закрыться, потому что, ну, вы понимаете, что если вот сейчас, например, один период, да, он обязательно сменится, вы как будто можете это предчувствовать, сменится вот на это, и вы этого не хотите, да, то есть вот здесь какие-то такие моменты, вы как будто бы предсказывать их можете, предвидеть, и вам это не нравится. Вот вы не любите в себе, знаете, желание быть победителем, скорее всего, не то, что желание быть победителем, вот вы как будто бы не любите быть правым, знаете, в каком аспекте, когда вот вы какому-то человеку что-то говорите, да, вот не делай так, потому что, ну, не к добру это, а человек вас не послушался, и все равно сделал, и вы оказались правы, и вы не любите, потому что, то есть вы не любите быть правым на боли другого человека, что я же тебе сказала, я же тебя предупреждала, ты меня не послушал, зачем вот вам вот это вот правота вы ее не любите а иногда вы просто тщеславный да и вы в себе это тоже не любите когда вот я не знаю из вас делают какого-то кумира например да как-то вот вас восхваляют какая-то вот гордыня иногда вот вы бываете действительно человеком который может унизить другого до скорбить и вы это в себе не любите у вас вы может быть так не делаете да но где-то вот внутри очень глубоко вот это вот демоническое она все-таки проявляется внутри вас и вы честны сами собой вы замечаете что да я здесь я перегнул палку да здесь я вел себя ну не совсем хорошо вы это отдает себе отчет и вы себе не любите эти моменты это что-то такое просыпается но вот вы не любите в себе какие-то эгоистичные моменты да когда вот просыпается ваша эго вы это ну четко знаете вы вы очень такой знаете человек который себя понимает полностью человек который знает себя и вы понимаете что на пути к самости на к целостности себя самое сложное это вот как раз таки разобраться своими внутренними демонами а вы с ними знакомы никогда вот они у вас просыпаются вы понимаете что ну это это ни к чему хорошему не приведет но по-другому как будто бы как-то не получается с с этим добром всем этим справиться кроме как подавлять другой страны вы понимаете что ну подавление это не лучший способ здесь вот это вот для вас самое наверное такой большой урок как прийти к целостности и принять свои вот эти вот теневые аспекты ну и последняя карта что еще вы в себе не принимаете не любите скорее всего в себе по шкупков знаете вот вы себе как будто бы не принимаете какую-то свою детскость какую-то вот свою иногда наивность может быть какие-то свои таланты да вот вы не не любите вы не любите когда может быть угождаете другим людям да может быть вы есть какие-то ситуации когда вы вынуждены угождать другим людям чтобы понравиться вы не любите свою тонкую вот эту вот ранимую натуру это знак машина на здесь выпал аркан колесницы знаете вы еще иногда не любите в себе вот какой-то свое свою целеустремленной что ли какое-то свое целеполагание когда вы ну вот здесь вот чувство победы да вот вы ее не как-то не принимаете когда был победитель почему то есть какой-то ваш авантюризм опять проходит я не могу понять вот этого знаете какая-то игра вам а скорее всего кажется что это вот это как-то вот не по-настоящему да что вы не можете быть победителем что это вот какая-то игра чтобы как будто вы носите какую-то маску тройка мечей посмотрите здесь тройка мечей в этой колоде да где девушка стоит и перед ней разбита ее самая любимая чашка то что для вас очень ценно то что вы бережете она вдруг к знаете как-то вот неожиданно выпало из ваших рук и разбилась то есть вы как будто бы не хотите поранить себя потому что вот знаете вот у вас ощущение что вот это вот победа она когда она у вас появляется да как мысль как идея победа над какой-то ситуацией может быть это вот как палка двух концах она вас может ранить здесь ощущение того что вы действительно боитесь как будто бы своей гордыни до проявления того на что вы способны когда вот вот это вот все все темное и вас пробуждается вот здесь что то такое что ваша гордыня может причинить вам боли вы можете утратить то что для вас ценное в первую очередь вот здесь проявление своей какой-то гордости либо гордыни и эго вот вы этого боитесь и вы это себе не любите потому что скорее всего последствия были ну какие-то не очень приятные возможно вашей жизни такая вот у меня была третья позиция прекрасная колода тару сумасшедшего дома не знаю понравилось или нет это как то вот я прям она ее можно очень очень тонко чувствовать и и на самом деле мы все малышу сумасшедшие да в какой-то степени бываем и поэтому вот на ней какие-то вот негативные такие моменты либо состояние души где присутствует ранимость чувствительность очень прям хорошо рассматривать вот такой был у меня для вас сегодня расклад не знаю насколько мне удалось считать что вы больше всего в себе не любите езжу ваших комментариев для подтверждения либо наоборот опровержение потому что что-то опять произошло внутри меня и моя щитка опять изменилась если честно я просто не успеваю за собой за тем как я каждый раз что-то внутрь меня меняется и я читаю карты совсем по-другому но однозначно всегда я читаю карты интуитивно не не от головы а вот именно и интуитивно поэтому какие-то мои новые изменения особенно после болезни они как-то вот иначе что-то я стала опять ощущать и чувствовать поэтому ваша обратная связь мне будет важна благодарю вас всего вам самого наилучшего пока пока